На канале ИТОН ТВ, программа «Культурный шок» и я ее ведущий Марк Котлярский. Сегодняшняя тема моей программы обозначена, как нужен ли русский театр в Израиле. И чтобы поговорить на эту тему, я пригласил сегодня Александра Ронкина, причем пригласил его, зная заранее, что буду говорить не мне на тему политики, который он большой мастак, а именно пометуя о том, что ты, Саша, по базовой своей специальности театральный режиссер. Да, в моей жизни была такая страничка, что высшее учебное заведение, которое я окончил, называлось Московский институт культуры театрально-режиссерское отделение. Было такое дело. Отлично, отлично, Саша. То есть, короче говоря, я окончил не отлично. Я могу себе представить, как ты ее окончил. Это такой вопрос. Вот. Я так понимаю, что ты окончил ее как национальный кадр, да? В определенной степени, да. Но не как еврея, как киргиз. Я об этом и говорю, да. То есть, короче говоря, естественно, как киргиз, тему театра тебе очень близко. Безусловно. Поэтому, Саша, я хотел об этом поговорить. Вот, смотри, есть такое явление, которое называется, громким словом, русский театр, русскоговорящий театр в Израиле. Я хочу просто послушать тебя и задать тебе такой вопрос. А вообще, нужен ли русский театр в Израиле? По сути сам. Любой театральный проект не поддерживается больше одного, двух, трех, ну максимум пяти спектаклей. Если театр там сыграет десять спектаклей, это вообще рекорд. Любые, есть хорошие театры, но они все, к сожалению, их можно, во-первых, перечесть по пальцам, а во-вторых, они все нуждаются в колоссальной помощи и поддержке, которых никто не показывает, не оказывает. Единственный театр, который долгое время считался флагманом русской алии, давно не русский театр, это театр Гессер, который перешел на иврит. Смысл тогда? Да, Марик, давай сначала я попробую поспорить своим определением. Русский театр. Нет такого понятия русский театр, французский театр. Может быть, есть в смысле каких-то специфических жанровых особенностей, но как явление театр, он вненационален. И если ты так ставишь вопрос, то нужно ставить вопрос, нужен ли театр вообще, и нужен ли театр в Израиле. Я напомню тебе, помнишь, ну, это знаменитая сцена, да, из «Москва слеза мне ведет». Через 20 лет не будет ни театра, ни кино, одно сплошное телевидение, да? Театр хранили уже многие. Театр хранили во все века, театр хранили при каждом новом социальном потрясении, при изобретении каждой новой медиа говорили, что театр умрет. Но театр живет и процветает, это как бы факт известный и понятный, и не требующий доказательств. От того, что театр в Израиле, театр на русском языке, скажем так, да, вторичен, провинциален, скучен, невнятен, не значит, что он не нужен. К сожалению, ситуация на театральном русскоязычном фронте у нас очень печальна. С одной стороны, это те центральные российские, московские театры, которые приезжают сюда на откровенный чёс, команды, которые собираются по принципу явной халтура, вот кто сейчас свободен, тот поедет играть. Значит, ты кого играл там во МХАТе? Ты играл Фирса, будешь играть дядю Ваню, а ты играл кого? Ты играл там Раневскую, ты будешь играть трёх шестёр. По такому принципу они приезжают. Ну, я уж не говорю о том, как проходит их выступление, мы видели, как бы... Подожди, минутку. Секундочку. Это одна сторона, да, я тут скажу. Вторая сторона – это те команды, которые у нас собираются здесь. Понятно, что репертуарного театра, кроме того самого Гешера, который уже давно не русский театр, на русском языке у нас нет, и быть не может, хотя такие попытки, попытки его создать существуют. И таким образом это тоже некие такие команды, которые собираются из нескольких человек. Ну, это не совсем так. Вот тут я с тобой не согласен, потому что есть театры, которые не собираются на один спектакль. Есть, об этом я и говорю. Опять-таки, ты, Саша, очень лихо закрутил, мне очень нравится, как ты построил своё выступление по принципу знаменитого анекдота. Знаешь, когда, так сказать, студент сдаёт экзамен по биологии, ему попадается класс червей, а он знает хорошо класс слонов. И он говорит, отвечает, словно это животное с червообразным хоботом. Черви подразделяются на виды. И пошёл. Вот никто не говорит о смерти театра. Безусловно, театр не умер. Я говорю о возможности, о нужности театра на русском языке, не потому что театр на русском языке хуже, чем театр на иврите. Ничего, вот тут я с тобой не согласен. Намного, более того, я тебе скажу, что многие спектакли, поставленные русскими актёрами, намного здесь интереснее, чем тот чёрт, в котором ты совершенно справедливо сказал. Это вообще тема отдельная. Если ты хочешь однозначного ответа на то, ну, нужен ли театр на русском языке в Израиле, или во Франции, или в Германии, в Соединённых Штатах, в Новой Зеландии, да, нужен. Там, где живёт, не знаю, 10 русскоязычных человек, нужен в той или иной форме, нужен театр. Потому что это тот вид искусства, без которого человек не может быть, не может вырасти полноценным культурным человеком, не может полноценно жить. Дело в том, что театр, в отличие от каких-то медиа, которые во многом зависят от технологий, да, театр – это единственный вид искусства, где человек обращается напрямую к другому человеку, где актёр, режиссёр, художник обращается к зрителю напрямую. И вот в этой самой атмосфере, да, когда один напротив другого находится, вот в этой атмосфере возникают те самые флюриды, которые и работают, которые создают то, что называется театр. Пусть это один человек будет на сцене, пусть на сцене будет 100 человек, но если есть флюриды, если есть искусство, то это то, что в результате как бы изменяет человеческую душу. Если этого нет, театр может быть какого угодно, как угодно богат, как угодно хорош, как угодно расход, любые декорации, любые технологии, если нет вот этого настоящего общения между залом и сценой, то это уже не театр, это что-то другое. Потрясающе, думаю, сказать огромное спасибо за Филиппику, просто ты меня поразил своим красноречием, ты видишь, я молчал, обычно я перебиваю, тут ты меня просто поразил в самой сердце, и мне такой маленький, шкодливый такой вопрос, все хорошо, но почему же тогда русский театр, театр, играющий на русском языке, я давай так скажу, влачат с жалкой существования, даже те, кто хорошо себя зареговорил, я тебе даже могу их перечислить, это театр маленький Игоря Березина, это театр контекст Миши Теплицкого, это театр микро Ирины Горелик, это театр антеприза Виталия Новика, это театр зеро Олега Родовильского, я тебе назвал пять коллективов, они все, да, работают, они все точно выполняют ту миссию, о которой ты говоришь, но они живут с трудом, ты понимаешь? Я тебе объясню, давай тебе... Зачем они нужны тогда вообще? Я хочу, допустим, давай я тебе попробую объяснить это на примере театра контекста, театра, который я очень люблю, и режиссера я это очень люблю, Миши Теплицкого, и как режиссера, и актер, и он снимался у нас в разных проектах, замечательный актер, замечательный режиссер, который необычайно серьезно и по-настоящему, по большому счету, как бы относится к своему делу, и работает по-настоящему. Но даже самый вот, 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 такой настоящий театр в наших условиях не может рассчитывать на нормальное существование без государственной поддержки. Совершенно верно. Но не потому, но не потому, что он плохой, а потому, что, как известно, это доказанная статистика, я тебе говорю, это как человек, изучавший эту статистику в институте, всего лишь 5% взрослого населения ходит на театральные постановки. Ходит по причине того, что они любят театр. На театральные постановки, вообще в театр ходит больше людей, но не по причине того, что они любят театр как таковое, потому что модно, потому что какие-то имена, потому что кого-то они видели по телевизору, а кого-то видели в кино, они ходят посмотреть, не знаю, на Тамагарова, или как бы послушать, там им сказали, что это хорошо. Но по-настоящему любят театр, только 5%, и поэтому набрать среди нашей, нашего русскоязычного населения, вот те 5%, а потом разделить их всех на те неплохие театры, которые у нас есть, вот и получается у нас такая математика, что на каждый хороший спектакль у нас набирается два с половиной жилья. Значит, значит, исходя из того, что ты сказал, завершая нашу беседу, государственная поддержка нужна, но это не значит, что русский театр в Израиле не нужен. Нужен. Значит, ты считаешь, что театр нужен, я считаю, на мой взгляд, что театр в том виде, в котором он существует, без государственной поддержки, и тут я с тобой скажу, он не нужен, потому что это лишняя трата времени, денег, сил и средств актеров, и их просто жаль. Марик, ты неправильно формулируешь. Поэтому... Есть многие вещи, там, не знаю, симфоническая музыка, еще какие-то вещи, которые без государственной поддержки выжить не могут, но это не значит, что они не нужны. Значит, нужно... Извини меня, уйти во времена, как бы, пещерного коммунизма, да, когда кость получает только тот, кто, как бы, кто приносит какую-то пользу, или какую-то реальную, там, пользу, вот-вот, только кости получают только охотники, или те, кто варят еду, да, а все остальные, как бы, умирают с голода. Мы просто тогда должны снова одеться в шкуры, и пойти охотиться на мамонте. Мамонта смет, выберем все. Что же, я хочу сказать тебе большое спасибо, я вообще не ожидал в себе подобного революционного романтизма, иначе говоря, говоря словами Ронкина, и примкнувшего к ним, Концентин Сергей Станиславского, идите в театр, живите в театре, и умрите в этом театре. Короче говоря, за 7 я и заканчиваю свою программу, я очень рад, что со мной сегодня в студии был Александр Ронкин, надеюсь, беседа получилась интересной. Итак, до встречи в следующей программе «Культурный шок» с Марком Котлярским. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok